В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялось совместное заседание Госдумы и Совета Федерации. На него также пригласили представителей других ветвей власти, членов Госсовета и глав религиозных конфессий. В нынешнем году послание Федеральному собранию освещалось особенно широко. Достаточно сказать, что помимо федеральных каналов, оно транслировалось в аэропортах, больницах, библиотеках, общественном транспорте и даже в космосе на МКС и на горе Эльбрус. Организовано масштабное мероприятие было Общероссийским народным фронтом. Организован просмотр был и в районном историко-культурном центре. Здесь собрались представители бизнес-структур, общественных организаций, руководства муниципалитета и поселений. После того, как президент озвучил свое послание, собравшиеся обменялись мнениями. Наше внимание было обращено на то, что действительно органы местного самоуправления есть необходимость добавить полномочий и расширить их влияние. Конечно, хотелось бы, чтобы все эти изменения, которые нас ожидают, чтобы они как можно скорее, я уверена, что они будут все только лишь, будут делать более эффективную работу нашего представительного органа. В ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи перед правительством и парламентом. По мнению собравшихся, главное в последующей работе осуществлять контроль за реализацией идей, озвученных в послании президента. Есть инициатива, ее нужно не то чтобы реализовать, ее еще нужно правильно проконтролировать. Вот для этого, соответственно, есть региональные управленницы и есть, соответственно, местное самоуправление. Вот наша задача через, может быть, структуру ОНФ, та же самая, давать посыл конкретный, насколько правильно трактуются и реализуются те слова, которые президент пытается реализовать в виде своих предложений. Послание Федеральному собранию – обязанность главы государства, прописанная в Конституции.